Поссорились, поругались, он мне игрушку не дал, мы с ним не разговариваем, еще что-то. Но по большому счету, чаще всего оценка сверстника будет исходить из каких-то внешних атрибутов. Как отличить ложь от фантазии и стоит ли наказывать ребенка за преднамеренный обман? 15 ноября в Елабужском институте КФУ родители маленьких студентов детского университета учились правилам воспитания. Лекторию для них проводила старший преподаватель факультета психологии и педагогики Елабужского института Екатерина Пьянова. Потому что одной из причин обмана является стремление ребенка быть принятым тем обществом, в котором он находится. По словам самих мам и пап, многое из того, что они услышали, стало для них очень полезным открытием. И все полученные знания можно применять на практике уже с сегодняшнего дня. Очень часто сталкиваемся, что ребенок скрывает информацию, не врет, а скрывает. И вот как бы интересные моменты были, как с него получить информацию. Маленькие же фантазеры и почемучки в это время получали знания о традициях и обычаях Германии. И об основных правах и обязанностях детей, которые действуют на территории Российской Федерации. Оказывается, в Германии тоже есть проводы земли. И они провожают маски, но только не пытаются, как и мы. Они наряжаются, делают страшные маски и набивают штаны салоной. Нам сегодня рассказывали про права человека, на что ребенок имеет право. Мне понравилось то, что дети могут иметь право на подарки. Следующее занятие детского университета состоится 20 декабря. Динара Магомбетова, Айдар Салихов, Пресс-служба Елабужского института КФУ. Динара Магомбетова, Пресс-служба Елабужского института КФУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова